А вот омичи не согласны с тем, что поводок проходит в городе благополучно и, как могут, привлекают к этому внимание чиновников. Накануне рабочие откачали воду из одной из самых глубоких луж в центре Омска, после того, как по ней около часа плавал мужчина в каяке. В ближайшее время, а стоит ждать еще нескольких необычных фотосессий, мой коллега Дмитрий Ковалев вспомнил, какими еще необычными способами омичи пытались указать на городские проблемы. Заплыв на короткую дистанцию стал поводом для городских коммунальщиков взяться за работу. На улице маршала Жукова молодой человек штурмовал глубокую лужу на каяке. Фотографии моментально разлетелись по самым популярным сообществам в социальных сетях. Спустя несколько часов стали появляться другие, на них спецтехника откачивает воду. Когда на дорогах снега было больше, чем воды, амичи развлекались и рисковали. Эти фотографии сделаны также на центральных улицах, но просто забраться на сугроб в горнолыжной экипировке недостаточно. Молодые люди с ветерком прокатились по заснеженным магистралям на сноуборде. За городом прочно закрепилось словосочетание «не пытайтесь покинуть Омск». Если это не получается в жизни, то можно попробовать в виртуальной реальности. Омские программисты разработали мобильную игру «Амич». Ее цель – выбраться за пределы города. Этому пытается противостоять интернет-персонаж «Омская птица». Олицетворение всего нелогичного. Омские бизнесмены моментально реагируют на городские проблемы. После массовой вырубки деревьев в черте города в одном из ресторанов появилась пицца, названная «Пеньки Двораковского». Уже в этом году после выбросов этилмеркаптана в меню этого же заведения появился специфический коктейль – мерзкий воздух. В составе, кстати, ничего вредного – минеральная вода, лимон и сиропы. Плохие дороги, пожалуй, главная тема. Прошлой зимой самой известной жительницей города стала Вероника Бобрусь, или, как ее окрестили интернет-пользователи и журналисты, дорожная фея. Девушка с ведром бетона и шпателем решила самостоятельно отремонтировать дороги. Позже у нее появились десятки последователей. Но мечи все же любят свой город. Так в сети появилась пародия на вкладыши популярной жевательной резинки. Автор намекает, что город можно любить за известные скульптуры, здания музыкального театра, недостроенный метрополитен и точку продажи беляшей на остановке Технический университет.